всем привет я уже сижу с готовым блинчиками напекла очень вкусных блинчиков с начинкой из печени если желаете смотрите получается мы просто божественно четыре яйца крупные c0 поэтому беру 4 а так если мелковатые то 5 штук на такой объем соли сахар 3 столовые ложки возьму когда тесто готово я на язычок пробую не хватает соли сахара по вкусу всегда можно добавить все можно замешивать венчиком или лопаткой чаще всего так и делаю чтобы побыстрее миксером тесто заведу взбиваем до однородности взбиваю на малой скорости муку я взяла пока 300 граммов если больше понадобится скажу я поэтапно добавляю потом муку и молоко так получается масса однороднее и комочков меньше всегда молока мне понадобится ровно литр молоко мне магазинное 32 немного молока снова пробиваю на низкой скорости чтобы мука увлажнилась сначала промешиваю потом пробиваю то будет лететь когда масса не слишком жидкая сразу много молоком не разбавляю видите комочков нет вообще быстро разбиваются потом уже добавляю все молоко и аккуратненько размешать даже пять минут не замешивала вот это блинное тесто миксером смотрю по консистенции какое тесто я думаю муки нужно еще грамм 50 добавить всыпаю еще муку 50 грамм промешиваю и пробиваю так ну пока меня устраивает такая густота блинного теста теперь добавляю 40 граммов подсолнечного масла блинное тесто готово теперь отставляю минут 15-20 стоит она потом получается еще лучше мука немного разбухает тесто чуть-чуть становится гуще еще и пока тесто отдыхает займусь начинкой начинку буду готовить из куриной печени с луком печень 500 граммов взяла нарезаю крупными кусочками пока достаточно я ее конечно промыла предварительно сковороду добавила одну столовую ложку подсолнечного масла разогрела закидываю печень печень обжариваю буквально 2-3 минуты чтобы она поменяла цвет пока печень жарит займусь луком лук взяла 350 граммов если по весу 4 вот такие луковицы нарезать буду лук вот так на четвертинки тоненькими пластиками мне так нравится и лук нарезаю и печень помешиваю смотрите печень изменила цвет и дала жидкость ну это буквально одну минуту выключаю и печень убираю с этой сковороды жидкости может быть и больше но выпаривать всю жидкость не нужно печень все убираю горячая еще вместе с жидкостью сливаю сковороде не должно остаться жидкости я прям в этой буду обжаривать лук пусть немного охладиться печень лук дорежу видите даже еще не успела лук дорезать как быстро приготовилась печень все делаю на ходу и очень быстро добавлю в эту же сковороду подсолнечное масло где-то одну столовую ложку пусть разогревается я готовлю такую начинку и в пирожки очень вкусно получается мне нравится с печенью она получается как знаете на вкус как ливерная и не нужно ничего прокручивать печень быстренько отварил нарезаем закидываю лук подготовленный обжариваю лук до золотистого цвета соответственно помешиваю через некоторое время пока лук обжаривается занимаюсь печенью печень еще горячая беру несколько кусочков и мелко вот так рублю ножом терпит руки нормально жидкость которая остается от печени пока не нужно ее никуда убирать может пригодиться вот такими вот кусочками вы посмотрите только какая золотистая красота обожаю такой лучок я его обжаривал на сильном огне чтобы он побыстрее так подзолотился и печень подоспела перемешиваю сразу добавляю в печень соли по вкусу перчик черный вот когда перемешиваю так печень чуть-чуть как бы раздавливают что ли не нужно чтобы печень была слишком слишком сухая вот теперь-то мне понадобится немного жидкости которая осталась от печени добавлю две столовые ложки надо чтобы печень была такая не сухая слегка слегка влажную в то же время и не плавала в жидкости попробую на соль на там еще ложечку достаточно этого будет кусочек сливочного масла будет сливочная печень с луком это супер вкусно пока масло не до конца растворилась выключаем и пусть она доходит горячей печени убираю кастрюлю в горячей конфорке посмотрите печень получается не сухая очень влажная сочная вкусная очень вкусно переложу в тарелку чтобы остывала за это время остынет пока буду жарить блинчики у меня же тесто еще стоит отдыхает ну а теперь дело за малым осталось пожарить только блинчики всего-то навсего хорошо разогреваем и приступаем к делу тесто блинное вот такое отдохнувшая пузырится хорошо очень однородная ну что ж первый блинчик пошел по желанию можно добавить в тесто ванилин я ванилин не добавляю блинчики так вкусно получается если любите более сладкие блины можно еще добавить ложечку столовую сахара я как 3 добавила так и все он как быстро видите как хорошо переворачиваются блинчики снимаются то меня второй блинчик и все продолжаю печь блинчики блинчики пику и пока тесто стоит она что-то густовато становится если вдруг такое получается ничего страшного можно разбавить кипяточком немного добавить прямо с чайником так раз сразу перемешиваю может быть полстаканчика где-то так пику дальше думаю что 300 граммов муки достаточно иногда все на глазок так добавляешь добавляешь и получается когда тесто более жидкая получаются пузыречки на блинчиков даже эти не сильно поджаривая все равно снимается очень хорошо блинчик снимаю сразу кладу в тарелку немного масло сливочного растопила и слегка-слегка сверху с одной стороны потому что когда следующий кладу он тоже смазывается от предыдущего блинчика блинчики получается с краями такими тоненькими и они маленько подсушены и когда смазываю они горячие от масла потом мягкие мягкие становятся вот так больше диаметр попадает и вот эти края подсушиваются а если вот так вот ровненько распределить по сковороде то нормально нету таких хрустящих краешков очень вкусные блинчики один съела достаточно в них сахара не сладкие такие чуть чуть со сластинкой эти когда разгоняют краешки залезла они будут хрустящими можно маслом так прям края 1 провести и они мягкие становятся даже не подсыхают эти какие пузырчатые становятся блинчики когда тесто разбавила водой вот так уже они тоненькие снимаются прекрасно и когда блинчики холодные смазанные берешь они не слепляются а если не смазывать горячими друг на дружку складывать потом так долго их разъединять а тут раз взяла они такие с маслицем вкусные и и Все, пику-пику, уже к завершению подхожу. Сейчас покажу, сколько получилось блинчиков. Вот сколько с начинкой. Немного так с маслом смазала. Начинку все использовала. Теперь хочу с начинкой поджарить их. Немножко в сковороду добавлю подсолнечное масло. Совсем чуть-чуть, чтобы смазать донышко. Разогрею хорошо. И потом туда блинчики. Кладу блинчики, шов вниз. Все, посуда ледней. Как только подровнялись, переворачиваю буквально одну секундочку. Видите, как быстро. Чтобы корочка хрустящая была, такие хочу. Но если не хотите, можно не обжаривать. Оно и так вкусно. Эти обжарила. И на двух сковородках остальное обжариваю. Блинчики готовы разных видов. Пожалуйста, без начинки, со сметаной можно есть. Это просто с начинкой не обжаренные. И обжарила побольше. Очень вкусно. Блинчики горячие еще. Разламываю внутри, показываю, как с печенью. Смотрите. Печень очень нежная и сочная. Начинку можете абсолютно любую приготовить. Но блинное тесто очень вкусное. Не люблю блины горячие. Даже теплые их не люблю. Но многие прям с пылу жару любят. Я их предпочитаю есть холодными. Но вот с начинкой просто божественный вкус. Очень вкусный. Давайте вот такие без начинки. Я просто покажу вам, как они выглядят сами по себе. Вот так. Тесто вот такое. Но они у меня с маслицем смазанные. Тонкие. Хорошо прожаренные. Видите? Всем самого доброго, здоровья крепкого и будьте счастливы. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok